Здравствуйте, дорогие друзья мои, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас у себя на канале. Я уже дома, просто решила записать приветствие, потому что посмотрела, что как-то я плохо записала. Солнышко было на море, и оно как-то снялось некрасиво. Хорошего просмотра всем! Начинаю монтаж, а вам говорю, хорошего, приятного просмотра! Будьте счастливы, любимы, здоровы всегда! Ой, вижу, так привыкли носки, уже и не холодно совсем. Просто реально еще не прогрелась, потому что только последняя неделя у нас такая тепленькая. А вот уже здесь не вижу этих водорослей на этом пляже. Вообще спокойные, относительно. Это крысы, крысы! Ой, не думаю, понятно ли всем. Нет, туда не пойду. К тому же, пусть рыбаки ходят, я не пойду туда. Вот отсюда еще посмотрим, наши пляжики пустые. Пока еще пустые, а вот через месяц уже не будет места, как когда-то в детстве в Ялте. Некуда примаститься. И бабушка всегда говорит, так, уже сюда, подъем, подъем, пошли, пошли. Ой, потому что ей надо хорошее место занять. Она мне очень любила загорать. Шляпка. Кстати, красные губки всегда. И шляпа с большими полями. И купальник. Закатывала так, чтобы можно было увидеть все, что сейчас показывать тогда. Это так было не принято, но бабушка любила. Загорать. Даже когда выходила на огород, то это была шляпа, красные губки, купальник. Вот такая у нас была Надежда Петровна. Маура мне говорит, у него началась диета уже 10 дней. Ну какая диета? Правильная еда вообще. Вот с собой поели в ресторане, то потом он дома через 2 часа съел рис, съел яйца, но яйца только белок. Боже, потом через какое-то время он еще что-то... Короче, он себе приводит форму. Опять начал ходить в тренажерный зал. Палестра здесь называется, но он ходит домой в свою палестру. На первом этаже он себе сделал палестру. У него там есть все, что надо для этого. И он ходит, и его дочь. Они занимаются вместе. Ну как-то вместе. Мне ведут и отец, и дочь занимаются. А я, конечно, ленива. Я говорю, как мне вот это похудать, привести себе форму. Я говорю, а то с каждым годом как-то... Не, ну я более-менее так вот держу себя в одной норме. Максимум 72. Максимум. 72, так туда-сюда. Она 71, 72, вот так вот туда-сюда прыгает. Она говорит, море, надо что делать? 51 год, и если хочешь что-то, ты или так живи, как есть, я тебя и так люблю. Или надо делать какую-то зарядку, и определенная еда должна быть по часам. Например, Маура, вот эта музыка мне нравится. Он всегда включает в себя в магазине итальянскую 60-е, 70-е годы, массово 80-е. Ну свою молодость. Может быть, не знаю. Потому что мне она незнакомая, мне она не совсем нравится. Маура мне говорит, что же тебе снимать, нечего снимать. И он говорит, ну море, ну просто релакс. Я говорю, вот спасибо, так видео и назовем. Релакс. У моря. Не-не-не. Окей. Хотим купить клубнику. Идем на рынок. У меня ванной такая стоит. Я когда-то лет 20 назад привезла с Будвы. Будва Хорватия. Еще кораллы привезла, но кораллы не тянула уже за собой. Ой, какой прикольный. Это такое чисто итальянское джу Италии. Не сапога они любят. Вот это Сицилия тоже. Оно все с лимоном, и у них все, вся керамика с лимончиками. И просто домой лимоны покупают и ставят. Так красиво, кстати, если на столе вазы просто так вот лимоны для украшения стоят. Вот такие корзины по 3,4-50. Ну тут такая, не такая уж курортная зона, шикарная. Так что выбора здесь особо нету. А вот это такие покрывалка. Вот на свет там будет хорошо видно вам. У нас такое тоже есть. Но вот маура белая и синим. А мне больше нравится, конечно, вот это зеленое было бы супер. Знаете, чтобы не махнувые полотенца, если ты хочешь на песке полежать. 14,50 батик. 2,10 на 2,40. Понимаете, там удобно, песок не будет туда попадать. И полотенчики разные. Полотенчики эти по 12,50. Светные полотенчики. Вот мы приехали на оператив перед ужином. И знаете, что итальянцы делают оператив перед обедом и перед ужином. Что такое оператив? Это они пьют что-то такое просек, что-то такое легкое пьют. Какие-то коктейльчики. И кушают вместе с этим просек. Они кушают там чипсы, орешки разные, бутики маленькие. Я говорю, можно так на оперативе, что уже и кушать не надо. Ну у них такие обычаи. Хорошо заехали. Сегодня мы, я скажу, на обед мы были в одном ресторане. Сейчас мы на оператив в другом. А на вечер поедем на ужин третий. Вот это откуда едет вот эта барка. Эта барочка приехала оттуда. Там пресная вода, там речка. Лагуна, речка. А то все, дорога пока доехать сюда до Езла. Это все Езла. Лида Диезла. Езла называется курортная зона. Просто мы в форе Диезла. Вот так вот на окраине. Этот барчик очень классный. Там дискотека молодежная. Такой ресторанчик. В Римауру. Туда, 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 туда надо поехать. Когда? Ну, сезон только начинается. Еще людей мало очень. Вот. А вот это выход. Выход в море. Вот уже. И тут всегда такая активная вода. Потому что встречается пресная вода и соленая вода. Это не говорят фару. Фару это у нас маятник. Как это на русском будет? Маяк, да. Так и будет. Ну, маяк. Да. Вот рыбаки что-то паркуемся. Ну, хорошо. Вот так. Приятного вечера всем, друзья. 47 трав сюда. Сандра говорит, что это какой-то джин. Он говорит, что это номер один. Говорит, что я понюхала. Сейчас я не пробовала джин. А мы рассаджямо пукиссимо? Но, солу джин. Пукиссимо, парасаджяра перной. 47 трав, говорит, номер один. Кушать будем здесь. Вот видите, я как-то не заморачиваюсь в этой зоне курортной над интерьером. В самой Венеции есть красивые ресторанчики. А вот так вот, везде в такой курортной зоне, то вот такого плана ресторана. И везде антиквариатов. Не очень почитают антикварные вещи. Везде, в каждом ресторане я вижу какой-то вот комод или какой-то буфет, сервант или как это называется. Да, Сандра говорила, что это бутылка вина, я говорю, боже, нам не надо бутылку, мы не грепим. А Сандра говорит, ну, она, бонисима, мюллер, там тоже на травах, все. А ты пьячешь. А-а-а, чин-чинь, тут. Профумато. Профумато. Вот так итальянцы предлагают, вообще. Я хочу еще вам показать, потому что Сандра так быстро продемонстрировал. Вот, видите, это зона Трентина, мюллер, вот это вино, мюллер-турган. Там, где Маура, квартира, в городе. Она говорит, поедем в этом году и на эту фабрику, на этот завод. Посмотрим, поедем или нет. И вот после ужина нам дали лимончелло. Историанцы любят запивать или сорбетто, или лимончелло. Сорбетто такое, как мороженое, только с вкусом лимона, может быть. Там разные вкусы. В данном случае нам предложили лимончелло, чтобы все перетравило. Все спасибо за просмотр, друзья. Па-па. До новых встреч.